и любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна. Мы в очередной раз призвали генерального секретаря, я сегодня подробно рассказал об этом господину министру и его коллегам, к тому, чтобы он выполнил обязательства, возложенные им на себя, в соответствии с его собственной инициативой. Надеюсь, что и те страны, которые сохраняют трепоны на пути нашего экспорта этих упомянутых товаров, удобрений и зерна, также осознают свою ответственность, как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей – украинской и российской. И в отношении второй части этого пакета, как я уже сказал, должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время, тем более, что, если говорить об объемах удобрений и зерна, о которых идет речь, что эти объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары. Нам бы здесь, нашим политикам, включить мозги и подумать, а что будет через две недели, когда сделка закончится? Да, сегодня уже сказали, что продление не означает автоматического перезаключения сделки, и что она будет продолжена. И я бы предпринял в этой ситуации, ведь смотрите, много стран говорят о том, ну, Турция в первую очередь, что вот видите, вот Россия договороспособная, что можно договариваться с Путиным. Это же Эрдоган говорит, что вот даже Шольц изменил свою позицию. Вот это любопытно. Давайте я еще тогда покажу, раз вы все это пересказываете, покажу, что Эрдоган сказал... Я не против, Эрдоган сказал по поводу Шольца. Мы вчера говорили с господином Путиным, мы это называем лидерской дипломатией. Не каждый может быть таким лидером. Например, вчера у нас была встреча с господином Олафом Шольцем. Зачем встреча, но разговор с господином Путиным? Обе встречи, которые у меня были, дополняли друг друга. Даже Олаф, занимавший месяц назад совершенно иную позицию, сейчас изменил свое мнение. По мере продвижения переговоров он видит, что господин Путин не сделает шаг назад. А если кто-то будет против него, то он говорит. Давайте поймем суть, чтобы могли получить результат. И они приходят сюда. Очень любопытно. Вот, кстати, две ситуации. Это вот как Украина оказалась в этой ситуации. Ей либо сказать, мы гарантии не давали, тогда это надо сказать перед лицом Эрдогана. Либо сказать, что мы такие гарантии подтвердили, это будет означать, что никакие не силы доброй воли, а они участвовали в террористическом акте, и получить большой-большой скандал внутри Украины. Потому что Зеленский же орал, что никаких взаимоотношений с агрессором. Поэтому у Украины возникла сложность. Поэтому Кулеба сейчас так и возится. И у Шольца, благодаря Эрдогану, сейчас возникла большая сложность. Потому что надо сказать, я свою позицию не менял, Эрдоган придумал это. Я думаю, господину Шольцу как-то будет... Либо сказать, что я сказал Эрдогану, что я рассматриваю варианты. И тогда у него внутри Германии и с Америкой будут большие проблемы. Так что я вот просто аплодирую господину Эрдогану за очень грамотную информационную политику. Я бы сказал, информационную войну. А Зеленскому нужно сделать хотя бы один шаг. И в принципе он вправе, он уполномочен это сделать. Отказаться от своего указа, которым он запрещен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова